Всем привет! Сегодня я с двумя новинками из серии Джейми и Друзья. Это книги Мировая кухня и салаты. Начну с книги, которая мне больше понравилась, признаюсь честно. Это Мировая кухня. Это сборник из 40 рецептов. Блюд, как известно, понятно из названия, Мировой кухни. Некоторые блюда были у меня на слуху, и в принципе я знала, что это за рецепты. Некоторые оказались для меня абсолютно новыми. Тем, наверное, и ценна каждая книга. Что-то новое узнать. Здесь есть разделы такие, закуски, супы, горячие блюда, десерты, выпечка и напитки. Что касается закусок, большинство из них, это такие, как на мой взгляд, рецепты больше, как уличная еда, всякие лепешки, пирожки с начинками, такие варианты брускетта, то есть такие варианты, которые можно брать с собой. Есть такой вот стир-фрай с лапшой, более изысканные варианты закусок, как, например, устрица на пару, опять же, такие лепешки и баклажаны фриз чатни. Что касается супов, супов здесь немного, всего три рецепта, они больше такие азиатского направления. Если вам нравится такая кухня, вот здесь есть такие рецепты. Горячие блюда, это и мясные блюда, и рыбные, и просто овощные. Это также блюда с рисом и бобовыми. Собственно говоря, рецепты на любой вкус, на разный кошелек, на разную стоимость. Ну и, собственно, такие более простые и более сложные, которые требуют уже каких-то навыков и времени, наверное, на их приготовление. Ну, вот такое рагу, в общем-то, тикамасала, разные говядины, щили, баранина, карри из морепродуктов. Мой любимый раздел во всех книгах, естественно, это десерты и выпечка. Здесь есть и печенье, и ананасы в карамели, рисовый пудинг, шоколадное семифредо, мягкое ананасовое мороженое, пирог. В общем-то, пудинг из тапиоки. И напитки, это вот такие, два разворота с напитками. Арбузный напиток, гайберинья, в общем-то, сангрия, такие рецепты. Что касается салатов, салаты здесь есть овощные и фруктовые. Салаты с рыбой и морепродуктами, и с мясом и птицей. Овощи и фрукты. Этот раздел больше для тех, кто любит салаты, где очень много зелени. Здесь, кстати, следует отметить, что здесь не только салаты в плане закусок. Здесь есть и десертные варианты. Вот, например, персики гриль с бренди. Замороженный йогурт с фруктовым салатом или манчелло. Вот такие вот сладкие. Тропический салат с лапшой, это такое уже, наверное, что-то на грани фантастики. Фруктовый салат с пикантной заправкой, бомбочки инжирные, ягоды в бальзамическом уксусе. Много салатов с большим количеством зелени. Я всегда ищу такие более сытные салаты. Здесь есть варианты с баклажанами, вот, например, с фасолью. И вот такой рубленый салат от джуз, табулея. То есть, это то, что может послужить и просто самостоятельным блюдом, и в качестве закуски. Есть здесь салаты и теплые, есть салаты холодные. Ну, как я уже сказала, и десертные. Что касается рыбы и морепродуктов, тоже такие рецепты в азиатском стиле. Японские вот салаты с креветками, с разными заправками очень интересными. В общем-то, больше даже таких восточных. Что касается раздела салатов с мясом и птицей, опять же, такие вьетнамские. Салаты с курицей в бальзамической глазури, с морковкой. В общем-то, тоже с цикорием вот такие. Очень красивая подача, очень так все живописно. Ну, как, в общем-то, у всех, во всех практически рецептах у Джейми. Красивая. Вот даже теплый салат, например, со шкварчащими колбасками. Как всегда, в конце индекс рецептов, индекс ингредиентов. Ну, в общем-то, книги такие, как вот вся серия по оформлению имею в виду. Вот такие сегодня у меня новинки. Спасибо всем за внимание. Не забывайте, что книга Джейми и друзья «Мировая кухня» сейчас разыгрывается во флешмобе. Будет в качестве подарка во флешмобе за рецепт из любимой кулинарной книги. Поэтому несите свои рецепты. Удачи вам! Спасибо за внимание. Всем пока!